Более 660 детей пойдут в детские сады в ближайшее время. Распределение мест в дошкольные учреждения происходит автоматически. В специальной программе находятся данные детей и их порядковые номера. Каждое вакантное место сразу предлагают родителям, чьи дети еще не ходят в сад. Процедура максимально прозрачная. За ней наблюдают сотрудники прокуратуры, представители общественности, дошкольных учреждений, родители и депутаты. Сейчас все дети программы будут распределены по тем детским садам, куда они хотели бы попасть. И программа пришлет нам списки этих детей. Мы их уже конкретно часа через два, я надеюсь, увидим. И начнется обзвон тех счастливых родителей, которые сегодня в преддверии Дня всех влюбленных получили то счастье, свободное место для своего воспитанника. В Самаре высока потребность на ясельные места и в группы для детей от 3 до 4 лет. Сегодня устроили 192 ребенка в возрасте от года до 3. По словам сотрудников департамента, в ближайшее время откроется детский сад на Алма-Атинской. Родители уже могут подавать документы на зачисление в этот детсад, а также во второй корпус детсада номер 4 в Волгаре. В этих дошкольных учреждениях есть свободные места в яслях. Тенденция хорошая. Ежедневно у нас встает на очередь. Вот мы сделали срез, и за один день прошлой недели 50 детей только встали в очередь ясляного возраста. Что самое главное, у нас рождаются дети. И это очень хорошо. 14 февраля в Самаре пройдет дополнительное распределение. За это время сотрудники профильного департамента планируют создать еще несколько десятков свободных мест в ясельных группах. Родители могут встать в очередь через МФЦ или на портале госуслуг. Анатолий Головко, Сергей Бацкин. События.